Это телерадиоканал И победитель шоу «Смех без правил» Роман Косицын Просто еще завтра у кого-то рабочая суббота Да, но не у нас Друзья, ну а сегодня я предлагаю все-таки посвятить время юмору Как мы это делаем каждый будний день на телерадиоканале «Страна.ФМ» Ром, и сразу же к тебе первый вопрос Поделись каким-нибудь секретом, лайфхаком Как научиться относиться к жизни с юмором? Как справляться с этими жизненными сложными ситуациями? Никакого лайфхака Я всегда удивляюсь, когда вопросы по типу Как тебе помогает чувство юмора в жизни или еще чего-то Почему чувство юмора отделяется от таких, как там, осязания, обоняния Ну что такое же оброжденное чувство? Потому что оно не у всех, я тебе открою тайну Роман Косицын, что у отдельных персонажей, оно не то, что атрофировано Такое ощущение, как будто оно вообще не может ни развито, не быть присущно изначально Ну просто лишены люди, просто лишены Есть ощущение, что вы до этого работали где-то в армии Вы так четко излагаете, так классно Слушайте, не знаю, все развивается Маши новой Да, все развивается и чувство Скорее, не у всех есть чувство юмора Так не у всех есть чувство обоняния Не у всех есть чувство откуса и так далее Поэтому, не знаю Я не сказать, что супервеселый человек в жизни Но, наверное, какие-то вещи помогают Есть такое, что проблема, если обстебана, она как-то легче воспринимается Наверное, есть на подсознании А, так вот, значит, есть все-таки какой-то совет То есть просто обстебать проблему Отнестись к ней со смехом Ну если вы это умеете делать Потому что может возникнуть проблема Она вас ввести в депрессию Вы пробуете ее обстебать, не получится И вторая депрессия Наш вечер с комиком продолжается У нас в гостях Роман Косицын Роман, я готовился к нашей встрече По картинкам, по Инстаграм Заодно его прорекланирую Роман Косицын Там в середине нижнее подчеркнение Роман Друзья, подписывайтесь Все немедленно сделайте Обязательно А, и кстати, сейчас в тему Друзья, также заходите в наш Инстаграм Заходите в наши социальные сети Обязательно задавайте свои вопросы Самые интересные мы сочетаем в конце Не могли этого вам не сказать Роман, я листаю все эти картинки Смотрю-смотрю очень много спорта Очень много футбола Очень много хоккея Очень много баскетбола То есть со спортом прям дружба-дружба И помогает ли он в юморе Ну, все, что ты сказал, только отчасти Нужно шанты, да? Да, конечно Нужно Только отчасти, потому что много только футбола Хоккея и баскетбола по разу Я как бы... Ну, это футбол Я, в смысле, до 16 лет думал даже карьеру делать Я всегда, ну, как я не знаю, фанат Любитель футбола А представляешь, представляешь, сложилось бы сейчас Воронежский факел, а? Что? И все промолчали Он из первой лиги сейчас во вторую обратно вываливается Поэтому что-то случилось бы Что бы могло... Получается, хуже могло случиться Если бы я не забросил карьеру Воронежский факел Это нужно было еще вырасти До этой команды из того города Вот Рассажанский локомотив был Вот там это страшно все Вот это карьера Наверное, я не знаю, как сложилась судьба всех остальных Всем счастья, здоровья Друзья, я вам, конечно, не собеседник Вот в этих во всех футбольных делах Я, на самом деле, от этого далека У меня чисто женский вопрос Скажи, пожалуйста В твоем времени повседневном Больше все-таки творчества, работы Или же личной жизни Второй половинки и так далее Слушай, я думал, вопрос будет про Криштиану Роналду В итоге Ты похож на него, да? Я? Вот это комплимент Сейчас вылетел от машины Это был вопрос Криштиан Роналду Если смотрит на шефир и такой Паум фейс, паум фейс Сразу Надо что-то делать, да? Короче, да Что с моими щеками он подумал? Почему мое отражение так исказилось? Почему я опять натуралом подумал? Слушайте Ну чего больше в твоей жизни? Больше все-таки, наверное, сейчас Ну, разумное сочетание, естественно Потому что Равновесие Да, благодаря личной жизни Я научился, наконец-то Как-то все дозировать верно То есть будни у меня проходят активно в работе Там в том числе офисные Потому что юмор это в первую очередь И офисные? Серьезно? Ну, а как? Писать шутки Ну, я думала, что вы там собираетесь в кафешке Там обсуждаете Что-то разгонять А оказывается, ты приезжаешь в офис В какое-то определенное место Как это все проходит? Маша, денег не хватит каждый день в кафе Нет, ну мне реально интересно Это примерно стереотип на уровне того Что вы за стойкой сидите по пояс голой ниши Да Вы никому не говорите Я объясню, почему я именно задала такой вопрос Потому что, мне кажется, творческий человек Он не может сидеть в этих четырех стенах в офисе Ему же нужна свобода, пространство, кругозы Какого-то уровня профессионализма, наверное, да, так и есть А потом наступает стадия, когда нужно Маша, ты знаешь, еще зависит от уровня офиса Есть такие офисы, где и жить-то не грех Ну, я в таких не бывал Или, возможно, живу сейчас в таком офисе, не знаю А выходные, если они не заняты работой и выступлениями или чем-то, то я провожу Какой-то, вот, мы часто гуляем, кстати Да где? По городу Москва В Москва, по Москве гуляете? В парке или что? Какое любимое место города у тебя есть? Все, вот мы недавно пришли к выводу, что нету места в Москве, где мы еще не погуляли Это, наверное, брехня, потому что, естественно, за пределами там, условно, трехи Много что неизведано, но там нет желания изведывать, да Гулять не стоит в некоторых местах за пределами трехи Видно, видно, что у вас есть опыт в этом плане То есть вот эта парочка по трешке прогуливающихся, это значит, это вы со своей девушкой, да? А в пределах, давайте все-таки так говорить по трехе Это я сейчас даже кашлял при вас Ну что ж, для тех, кто сейчас гуляет по трехе, звучит музыка Дорогие друзья, оставайтесь с нами Друзья, вечер на телерадиоканале «Страна FM» продолжается, здесь все так же я, Майк Войс, ну и гость, который так или иначе связан с юмором И сегодня это Роман Косицын Ром, вот ты в самом начале сказал, что как-то не в той последовательности я объявила Не, не в той, по достижениям По достижениям, да Да-да-да, вот поправь, пожалуйста, с чего начать? За то, что, наверное, главный фактор здесь временной, потому что, говорю, что «Смех и убойка» были когда-то там в 2010-м закончились Ты начинал с этого проекта или было что-то еще до этого? Да-да-да, «Смех и убойка» первые два проекта Смех без правил, там ты стал победителем Это там с 75-го раза получилось все Это можно было несколько раз Да, с 75-го года до рождения Роман, но до этого был КВН, хоть и местный, но был Ну, даже не местный, нас когда-то даже позвали там какую-то первую лигу А нам нужно было заканчивать юрфак Мы там все юристы были в какой-то момент, думали, что станем И в итоге мы не поехали и, соответственно, на этом завершилась КВНовская карьера Но началось что-то новое, правильно? Я поняла, что после этого началось? Да, правильно, открылся региональный стайл комедий-клаб в Воронеже Куда требовались там люди и в какой-то момент Ты туда попал? Ну да, да-да-да, костяк был там серьезней, что там были многие персонажи, которые сейчас в телевизоре Ну, а так, подожди, это было в Воронеже Когда ты переехал в Москву и здесь уже начал В Москву когда переехал? Да, покорять местный стендап Я конкретно прям переехал в Москву два с чем-то года назад Это связано с проектом, с твоим участием или никаким образом? Конечно, ну, в первую очередь для того, чтобы развиваться в плане стендапа и так далее Иметь большие возможности, я решил наконец-то потерять корни, как делала какая-то группа там Ну и хорошо здесь закрепился, правильно я понимаю? Слово «хорошо» рано или поздно, я надеюсь, прибавится Закрепился, наверное, уже можно сказать Прибавится в виде гонорара, ты имеешь в виду? Не знаю, не знаю, видишь, уже московские разговоры начинаются А как без этого? Бизнес, да? Гонорары пробивай чуть-чуть потихоньку Роман, у меня вопрос как раз про бизнес Вот про бизнес, про футбол, уходим от творчества Мы же как раз и подводили к твоему вопросу всю эту программу Ладно, почему ее интересуют деньги, но тебя зачем? Она меня просила, чтобы я спросил, чтобы ее не спущали Роман, есть творчество, понятно Но есть бизнес-составляющая Как ты добиваешься баланса между двумя этими половинами? Есть ли этот баланс? И либо куда-то все-таки ты больше кренишься к бизнесу, либо к творчеству Как это ты выстраиваешь? Да нет, нет, ну в плане, как я достигаю баланса Это очень просто и не самый знаменитый комик, пока все само собой получается А по поводу сочетания, ну в любом случае, если мы ведем на творческую профессию Тем более в таком жанре, как стендап, то естественно творческая составляющая должна идти на первом месте Вот ты сказал, Ром, ты сказал, не самый знаменитый комик Я здесь, честно говоря, готова с тобой поспорить Я слышала многие твои стендапы, но я просто не знала, как ты выглядишь То есть объявляли, но это не значит, что ты неизвестный Они знают, как ты выглядишь Но не знают, о чем ты шутишь Но не знают, что я занимаюсь, да Видишь, такие фотографии очень много где висят, особенно Их разыскивает милиция Слушай, ну вот смотри, ну вот реально Очень много комиков сейчас развелось Потому что стендап, вот это все движение, оно действительно в России не так давно Ну и сейчас ребят, выступающих в этом жанре, ну достаточно много, да? Есть какая-то конкуренция между вами? Внутренняя Слушай, ну наверняка в любой сфере есть конкуренция, где много людей и так далее Жанр стендапа уж не так уж и прям недавно существует Уже пять лет в телеке Ну по сравнению со смех Панорамой, понимаешь? Послушай, Геннадий Хазанов был знаменитым советским стендапером Ты вроде не выглядишь той, которая должна знать по смеху Панораму Ой, спасибо, это вам, блин Да мне все еще 18 Ты не выглядишь, как будто смех без правил должен знать Все понятно Ладно, Ром, тогда эту тему мы продолжим сразу же после небольшой музыкальной паузы Друзья мои, дальше еще интереснее Оставайтесь с нами Ну что ж, друзья, телерадиоканал Страна ФМ Здесь Маша Новая Да, Майк Войс Ну и конечно же Роман Косицын Состоявшийся стендап-комик, но не состоявшийся юрист Я прав? Есть такое Вначале я хотел сказать, что всегда хотел ворваться в эфир после Дениса Майданова Это классно, это прям целая веха, мне кажется Ты почему не предупредил, мы бы сделали, осуществили твою мечту Я бы боялся спугнуть, боялся спугнуть, да Слушайте, ну не состоявшийся юрист, да, я закончил факт Профессии работал месяца три где-то Но все-таки работал Но работал, да Эту компанию потом расформировали Роман, после того, как ты там проработал три месяца Роман, Роман, кроме шуток, кроме шуток Как отнеслись твои близкие, родные, может быть твоя вторая половинка Но все-таки учебное заведение, серьезное, юридическая карьера И вдруг бах, стендап Не, вот смотрите, не путайте условия Так Тут смотрите, в масштабах места, из которого, в котором я учился Это было, тут юридическая карьера, тут бах, стендап, ничего Я так хотела сказать, как подаж, Миша, стендап, нашу страну Да нет, ну, каждый выбирает то, что ему нравится Мои однокурсники, я уверен, строят успешные карьеры Я читал новости, какие-то там даже воронежские Кто-то из них даже уже успел отсидеть Это мне кажется великолепно Галочку поставил Да, да, да Я недавно читал новость, что Вот правда, я не знаю, можно ли такое говорить на телевизор Но мы без злорадства скажем, да Я читал новость о том, что там повязали какого-то преподавателя за взятку И я читаю фамилию Он мне ставил неуд по одному зачету При том, что я... Ну ладно, нельзя говорить, что я... Ставите неуды А потом стендаперам Добро пожаловать на зону, друзья О боги! Так, друзья, пока мы с вами не зашли в дебри После этого давайте вернемся Когда об этом говорит человек с безрастительной массой На голове, на голове ужасающе Ужасающе, да Да, это точно Ну смотри, все-таки ты учился Да На юриста все-таки ты тренес Месяца поработал И наверняка ты знаешь права и законы разных стран мира Вам такое преподавали? Было у вас что-нибудь похожее? Ну, было, да Конституционное право зарубежных стран История государства и права зарубежных стран Было, но... Ну, ладно, все, все, не напрягай больше Все, 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 это не проверка, мы верим, верим, верим Не напрягай больше, извилину Это, во-первых, было Я закончил юрфак, получается, сколько? 12 лет назад А эти две науки были на первом и втором курсе Поэтому, если я что-то вспомню Да что? А я тебе помогу! Люди уже сидят, люди уже сидят Ром, я тебе помогу Я сейчас буду начинать законы Вообще, мировые Из разных стран, штатов и так далее А ты должен будешь их продолжить Попробуем? А я потом тебе назову правильный ответ Будем по системе придумывания законов Государственной Думы работать Да, да, да Миша, ты помогаешь, естественно А Роман, открывается заседание Сессия и так Итак, пожалуйста Я также не знаю, Роман Прикол этого конкурса в том Я тоже не знаю эти законы Поехали, я сплю В штате Айова, США Мужчина с усами Не должен целовать Женщину Подожди, мне вначале хочется услышать Мнение Романа Ну, себя в ноги, может быть Еще вариант Ну вот, мужчина с усами Не должен целовать, что? Да, не должен целовать Вот и что я хочу узнать у тебя Что он не должен целовать? Мне кажется, не должен целовать солиста Который исполнял песню Hey, you touch my tralala Потому что у нее тоже усы Будет взаимодействие электрическое А вдруг из края? Да Заправка Между ними Друзья, кто понял, о чем идет речь Тот молодец Кто нет, посмотрите, послушайте эту песню И дальше посмейтесь над этой шуткой Но мне нравится этот вариант Да Супер, я бы на самом деле так и сделала Может быть, еще нельзя целовать помидор Потому что на помидорах обычно учатся целовать А если у тебя уже усище То ты должен уже уметь, по идее же, нет? Представляешь ты этот помидор Что от него отстанется, если у тебя еще и усище? Он просто разлетится Это сразу будет томатная паста Супер Друзья, вот это он Мне кажется, что перед сном очень весело Мне муж тоже так говорит Это классно Да Но на самом деле Его ты тоже придумал? Его нет, он есть Хорошо, ладно Договорились Реальный Давай, давай, Маша Мы так освоим Так, правильный ответ Что тебя и у США? Мужчина с усами не должен целовать женщину Но прилюдно А я не знаю, почему А я знаю Потому что в 80-х была мода на усы И потом, знаете, есть очень много мужиков Которые остаются после моды все еще с усами И чтобы вывести эту моду Вот такой запрет Это без юмора Это без юмора Это логика айовских депутатов была Понятно Окей, тогда давайте останемся в США Там тоже есть еще один очень забавный закон В штате Вернджиния Мне кажется, знаете что? Подождите, я перебью Мне кажется, как никогда актуально фраза Сталина на них нет Да Потому что он был бы против, мне кажется И призыв Маши, давайте останемся в США Да Но ненадолго Закон Сталина Брежнева Потому что у одного усы, а второй любил целоваться А он, наверное, да, и придумал как раз таки Нет, придумал Хрущев Нет Окей, итак Смотри, в штате Вернджиния, США Муж не имеет права выталкивать Так, Аш, мы в прямом эфире, да? Да, в прямом эфире, пожалуйста На поводу Вернджини не надо шучить Что-нибудь цензурное Муж, что еще раз? Муж не имеет права выталкивать Нет, выталкивать Ну, понятно, что очевидно, что жену со второго этажа Это первое такое, просто зачет, типа, пустим, да? Муж не праве выталкивать Да Кого? Чего? Откуда самое главное? От кого, чего и откуда, да? Да, да, да Вот ответ на эти два-три вопроса А может быть, теща, если внезапно приехала на выходной Он может ее захотеть выталкивать И тросян и зыдит, да? Теща, это куда-то к нему Так, что, я не знаю, выталкивать муж не имеет права Своего второго мужа, это же США, да? И, типа, нельзя выталкивать из жизни классической пары Мне кажется, вы сейчас перегрели, даже я перегрелся Да, у меня сейчас просто взорвался мозг Давайте правильный ответ В штате Вирджиния, США Муж не имеет права выталкивать женщину из кровати Ну, это реально очень странный такой закон Вирджиния Вирджиния никогда не поедут Никогда, не нужно там жить Да, да, не имеет права А какие у них, если у них такое на уровне законов Что там вообще на уровне подзаконных актов Тогда что? Муж не имеет права О, подзаконные акты Правой ноздрёй вдыхать то, что приготовила на завтрак жена Или что-то вообще, ну, непонятно Согласен Но на то и есть Это самые странные и самые смешные законы со всех стран мира Так, я представляю, насколько сложно живётся мужику Который недавно переехал из Айовы в Вирджинию Он вообще ущемлён в правах И который ещё и с усами, и с бородой, да? Понятно, что он с усами, во-первых, да Ему нельзя целоваться прилюдно Он ещё не отвык от той традиции И нельзя выталкивать А он привык уже, может быть, выталкивать женщину с кровати А тут раз и всё Слушай, есть вот интересно Мы же не понимаем А в России есть вот такие законы очень странные Которые вот на подобном шоу в США Сейчас тоже кто-то отгадывает Так, а есть ли у них А в России наверняка такое есть Есть страны, в которых блокируется какой-то очень известный мессенджер Мессенджер Интересно, да, что же это за страна? Может быть, Зимбабве? Африка? Бабашова Итак, всё, поехали, да В Великобритании незаконно управлять коровой Это законченное предложение Нет, нужно в твоё продолжение Незаконно управлять коровой Коровой Если ты бычара Вот есть такое вот ощущение, нет? В нетрезвом виде В нетрезвом виде Ты подсмотрел, Миша! Я честно тебе говорю, вообще не видел ничего Мне кажется, самое тупое, что можно сделать Это остановив человека на корове Проверить его на алкоголь Типа, вдыхни в трубочку Мне кажется, надо просто сбить Просто сбить Роман, я бы вообще не останавливал таких людей Будучи сотрудником правоохранительных органов Ну, я же не стал в итоге, поэтому Я не знаю, как я себя веду Слушайте, а это вообще забавное зрелище Пьяный на корове Нет, во-первых, как он туда забрался? Пьяным на корову? Это, мне кажется, самое легкое, что можно сделать по пьяни Серьезно? Маша, делается не так Я здесь побоялась корову? Сначала он забирается на корову, а потом уже напивается Это гораздо легче Ты пробовал? Миша уже как опытный, да? Мне кажется, по-мне-бать следующий вопрос Мне кажется, можно брать вот алкоголь, выпивать и запивать прямо из коровы Кстати, вот это лайфхак Какой напиток? Есть кто-то опытный в алкоголе? Что с молоком алкогольного? А есть пиноколада Я все время пью Ирландский кофе знаменитый Я вас проверял, прибухиваете вы или нет Это очень активно Это да Так, внимание, друзья, едем дальше Поехали Во Флориде, США запрещено пускать газы Меня больше всего убивает Мне больше всего убивает, что в этом еще есть какие-то дополнения То есть в каких-то возможно ситуациях То есть ты думал, да, реально По определенным дням, например, или времени Может быть, под одеялом, чтобы окончательно усложнить жизнь людей Бери тем, как еще не вытолкнул жену, естественно Да, обязательно Или наоборот Причем, да, находимся Чтобы работал этот закон Нельзя пускать газы Пускать газы через Украину Друзья, этот ответ мне больше всего нравится Я даже правильно не хочу зачитывать после этого Ну, потому что они не такие креативные Маш, ну нам, ты же королева Ты же королева, ты можешь решать, как тебе угодно Все, едем дальше, к следующему В Самуа незаконно забывать день рождения И точка свой Ну, это всегда, всегда такое, да Слушайте Ну, незаконно, слушайте За это там прям могут тебя покарать Незаконно забывать день рождения Ну, логичный вариант Давай, логичный Их императора Там же явно империя в Самуа, да? Нет, неправильный ответ Ты не подсказывай Я сам определю, что правильно, что нет Понимаешь? Так, что, незаконно забывать про свой Я считаю, что неправильный уже закон изначально Потому что законно забывать свой день рождения Я бы очень с удовольствием ввел бы в России такой закон Чтобы многие забывали о своем дне рождения И не поздравляли сами себя в социальных сетях Это отвратительно А ты так делаешь, нет? Ни в коем случае Если я так сделаю Найдите меня и надругайтесь надо мной Потому что Да, и выводы Я запомнил Какие выводы я сделал к 35 годам? За этот год я Главная семья я Если ты только в 35 лет пришел Потому что главная семья Ты отвратительный человек Подожди, а как же юбилей отмечать? Вот по твоей логике То, что тогда не отмечать Что и не выкладывать Друзья, мне 50 Эту жизнь я прожил, нажил А то есть, по-твоему, если ты не выложила в инстаграме То все, типа, нельзя отмечать юбилей Работать можно Можно, да? Пустят тебя в ресторан Все, гости придут Мне кажется, знаешь, когда ты поддравляешь сам себя с днем рождения Нужно, чтобы все, кто видел Все твои друзья в социальных сетях Они имеют право прийти Попить, поесть в ресторан И ты должен заплатить за них Вот так вот Это хорошее правило Так все-таки В Вирджинию отправляйте В Вирджинию, хорошо Но мы сейчас в Самуа Так что? Чей день рождения нельзя забывать? В западном Самуа? День рождения страны Ей явно меньше тридцатника Они там недавно все отбились От французских, английских колоний Мне кажется, что день рождения жены Там знак равно День рождения страны Правильный ответ Своей жены Это страной управляет женщина явно Какой-то мелочный закон вообще Так, давай что-нибудь очень-очень интересное А какое наказание? Расскажи По юриспуденции нельзя Никакая статья не работает без наказания Вот какое наказание? Без санкций, я знаю Без санкций Без санкций, да-да-да Все, если забыл день рождения своей жены Жены, да Какое наказание? Все, она на 23 февраля не дарит тебе носки Так это наоборот поощрение получается Почему? Никаких любовниц Вот так вот Дадут наказание? Или там что-нибудь отрубят Запрет выезда Как вариант А это наказание тоже для жены, ты понимаешь, Маш? Если что, там А это можно поднимать? А, ты хочешь? Сейчас откроются новые вообще Новые грани нашей бессенды Какая-то радикальная мадам В плане, ну Радикальная мадам? Не поздравил с днем рождения Можно уже отрубать Вот так действует? Подожди, ты спросил про меры наказания Я просто предположила Я не знаю правильно Странно, что первым Ты представляешь, что было бы, если бы Маша управляла само Там бы просто подворилось такое Я просто сразу провел параллель, что вы общаетесь вдвоем Окей, следующий Во Франции незаконно называть свинью Во Франции незаконно называть свинью Незаконно называть свинью И продолжи, пожалуйста Что, как и так далее Где, когда Во Франции незаконно называть свинью Я знаю, что вам после каждого моего предложения хочется поставить точку Но нет, здесь есть продолжение Роман, мне кажется, это что-то пришло Вот отсюда, из Магреба То, что вот недавно принесли За последние 50 лет Я сейчас попытался быстро вот так вот пошерстить по всему лексику Но там слова Магреб не было, к сожалению А во Франции незаконно называть свинью У меня был ответ, но его нужно было сказать в первые 3 секунды Ну, скажи быстро Нет, это все, это отвратительный ответ будет А есть такое, что первая мысль, которая приходит в голову, она неправильная Нужно креативить дальше Не знаю Нет такого? А нас всегда в невере учили, что если вам пришло что-то первое в голову Во Франции незаконно называть свинью Как, а по-французски свинья, вот надо выяснить Подождите Вот так невозможно А, во Франции, я что-то по-немецки сразу вспомнила А по-франции Шайзе, да? Шайзе нельзя говорить в эфире Шайзе, а швайн Шайзе нельзя Я представляю тебе, кто нам только что подключился и сразу шайзе Да, это просто шоу Соловьева Типа, мы все такие А, ты, ты Ну что ж, давай, ты сдаешься Во Франции, да, нельзя называть свинью И Свиньей Ну, логически же, Франция и самый там Лягушкой, я не знаю Да почему лягушкой-то? Ну, потому что логически, ты сама сказала Да, логика в другом смысле Да, давай Говорит нам Маша Ладно, во Франции незаконно называть свинью Наполеоном Вот так вот, друзья Давай, давай, расскажи нам логику А вот логику я расскажу тебе сейчас за кадром, друзья Прямо сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы обязательно вернемся А у нас сегодня самый лучший друг Стендап-комик, участник многих телевизионных шоу Роман Косицын Ура, 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 ура Ну, конечно, Маша Новая и Да, и Майк Войс Естественно Да, и сразу у меня, Ром, к тебе вопрос Где сейчас? Можно тебя увидеть, услышать Где ты выступаешь? Чтобы наши зрители и слушатели уже начинали покупать билет на твои шоу Ну, прям активно я буду рад, если они начнут покупать Именно из-за этого объявления А так, открылось место в Москве, я не знаю, слышали, не слышали, стендап-стор на Петровке 21, вот, тем более Отличное место, ребят, всем рекомендую Там на сайте stand-up-moscow.ru можно посмотреть афишу мероприятий и в какой-то из дней Но ты сейчас уже знаешь, в какой из дней, вот, самые ближайшие ты будешь выступать? Я думаю, стоит 20 мая 20 мая, все, друзья, запомнили эту дату Дождитесь, дождитесь обязательно, меньше месяца осталось ждать Это воскресенье Ну смотри, ты сейчас участвуешь еще в телевизионном проекте, в каком? Ну, проект stand-up сейчас небольшой перерыв взял Но, насколько я понимаю, с какого-то периода точно пойдет новый сезон По идее, должен там появиться Хорошо, мы тоже ждем, друзья, следим за обновлениями Мы уже, наши зрители и слушатели подписались на твой инстаграм Скажи, пожалуйста, вот я вчера была как раз-таки в stand-up-стор И ребята разгоняли шутку Реально можно придумать свою речь, stand-up, выступление и так далее Из, вот, о чем угодно, из одного слова и так далее Есть такая теория, что шутку можно придумать на любую абсолютно тему Абсолютно на любую Абсолютно на любую тему, да Вот вы так упражняетесь? Есть какие-то такие задания творческие? Ну, прям специально творческих нет, наверное, заданий Это есть импровизационные проекты, условно там, set-list называется в stand-up Когда дается просто тема, и ты на нее нагоняешь Сет-list, то есть там некий список каких-то слов, да? Ну, он называется комедийный set-list, да Там несколько тем, одна за другой Тебе выводится тема на экран, и ты минуты там, две, минуту на нее гонишь до первой шутки И зрители при этом присутствуют при всем Конечно, конечно, ну, этот проект, он сейчас уже катался Пока он ушел, сейчас, пока в андеграунде Пока не телевизионный проект Ну, круто, это интересно Ну, в КВН есть конкурс-разминка, когда тоже любая тема, любая тема может быть задана тебе задача придумать А упражняться специально, зачастую тогда пишется на близкие тебе темы, поэтому любые темы брать весьма странно Все, я тебя поняла А были ли у тебя какие-то совершенно чужие темы, вот которые ты предался взять, но не получилось Давай про нее удачу тоже поговорим Очень много тем, когда ты занимаешься, там, условно, юмором, в принципе, тебе некоторые вещи, ты думаешь Боже, это озарение! И потом выходишь, и ты в зале такие Че? И люди не реагируют У меня была тема, она уже была в эфире, про то, что меня стригла мама в детстве И я... Я видел, я видел, я видел Догадался до нее, я подумал, это просто открытие, люди будут взорваны, невероятно И в итоге я выхожу, а мы проверяем материал в Москве на молодое достаточно население, зачастую И то есть, чтобы понять, что такое стригла мама, это нужно оказаться в 90-х и в провинции И я выхожу, меня стригла мама, а у них, типа, зачем? Вот такое было, зачем? Сходи в парикмахерскую, мама твоя не умеет стричь Им это не близко И вообще не близко Я тебе желаю, чтобы каждая твоя шутка, собственно, находила отклик в сердцах у телезрителей Чтобы они постоянно смеялись гомерически над твоим юмором Да, друзья, ну а нам уже настало время завершаться сегодня, к сожалению Тост Ура! С вами были Майк Войс Маша Новая И Роман Косицын Всем отличной пятницы Спасибо! Пока, живите с улыбкой